парни привет на канале грандтюнинг у нас до сих пор лето жарко несмотря на то что уже 2 сентября сегодня у нас бронировка лобового стекла такая пленка достаточно достаточно плотная короче я такую пленку ни разу не формовал ни разу и не пробовал делать формуется она тяжелее потому что у нее она гораздо толще буду пробовать формовать на мокрую побольше мыло тут такой сверху такой большой угол чувствую у меня мозгами сделать я пока попробую начать формовать вот с этих вот маленьких стрел поехали на мокрую не формовал давным-давно я не знаю вообще как это делается спасибо за пару показал тогда я понял метод формовки на мокрую побольше и вот сейчас в принципе тем методом который он на том видео показал я сейчас попытаюсь ее отформовать я сейчас молчу потому что очень сосредоточен потому что боюсь что-нибудь запороть кусочек только один а на свою машину охота поклеить граню еще не знаю зачем но охота короче я так понял ну момент это такой очень утомительный уморительный уголочек я отформовал вот этот вот конечно это такой процесс будет не быстрый может быть я концу этого стекла уже пойму как она лучше формуется в принципе формуется хорошо мне даже как бы особо каких-то сложностей не составило просто нужно очень аккуратно и медленно как бы ее формовать не спеша хотя не спеша формовать это не по мне ну в принципе стараюсь не доропясь как бы нормально она формуется конечно сложнее чем обычная тонировка только то что дольше только то что дольше нужно формовать опять же не перегревать одно место сразу по всему периметру и Идёт, токенько, токенько, но идёт. В принципе, ничего сложного её формовать, но можно просто аккуратненько и равномерно, не спеша. Парни, ну, почти отформовал стекло, да? На всё про всё у меня ушло где-то полчаса, вот до этого момента. Сейчас вот осталось доформовать ещё вот самые верха. Ну, такие здесь козлы, я хочу сказать, такие, ну, очень такие большие были. И поуходили нормально, в принципе, без напряга, без такого любого. Но просто очень долго и нужно. А я так не люблю. Всё в таком же темпе. Повезло, видите, что стекло у меня находится в снятом состоянии. И я могу его вот так вот чётенько, прям под самую... прям под самую кромочку обрезать. Оп! Я думаю, сейчас на стенде ещё уголочки немножечко подскруглю. чувствуется, что она очень туго формуется, но формуется. Намёков, допустим, на залом не было. То есть, ну, я не боялся, что где-то в каком-то моменте она у меня заломается или ещё что-то. То есть она такая очень плотная. И всей этой волной здесь тормовалась и всей волной переходила дальше. Так, короче, вымываем стекло. Вымываем его, выбриваем. Побрили его два раза. Мы сейчас будем клеить его стоя. Да, чтобы, ну, постараться мусора на поменьше. Я думаю, сам его накину. То есть я его накину, а Алекс, пока мне стекло поддержит, сегодня, как этот, в первоклассе пошли, в первый класс, сегодня сын мой пошёл в первый класс, а я в первый раз в этот день нагреил бронировочную плёнку на лобовое стекло. Точно запомнил. Так, лайнер такой достаточно мягенький. Вот, я думал, что лайнер будет здесь пожёстче. Снимается так, как туговатенько снимается, оно наперпимо. Сблизгиваем весь клей хорошо, чтобы весь был... Конечно, это я сейчас только подумал, надо было наклеить изоленточки, для того, чтобы... Выброшу, выброшу. Начинаем выгонку. Где мой Blue Max? Возьму, Саня, твой Blue Max. Возьми. Можно, да? Угу. А свой ты куда делал? Я не знаю. Где-то он, наверное, пошёл хорошего хозяина искать. Угу. Может, он просто отдыхает. Так, выгоняется она, конечно, как-то так. Странно. Клеевой слой я толком здесь не ощущаю, чтобы она вот так, да, прям клеилась, как тонировка. Сейчас она, мне кажется, клеится из-за того, что она отформована, из-за того, что, ну, принимает форму стекла. Так, вот ещё на таком этапе, вот на данном, я сейчас смог её перепозиционировать немножко. Вот что... что добавляет очков этой плёнке. Тут прям туго-туго что-то здесь она идёт. Вот. Ну, вот уже здесь, где блюмак там прошёл, видна такая хорошая, хорошая прям глянцевость такая стекла, прям приятная глазу. Сейчас, конечно, интересно будет поставить его и посмотреть, как оно будет смотреться через эту плёнку. Доформуем теперь по месту я думаю, через плафеточку. Но цвет у стекла получился, конечно, очень такой красивый стекло в зал китайское, КСИК. И оно не такое зелёненькое, как КМК, как российский стекло, а такое оно немножко серенькое. Но очень мне стекло понравилось. Красивый у него такой оттеночек. Добиваем края, добиваем вот эти козлы, которые ещё пришли. Ага, у нас здесь плёнка выходит до грани и тут остаётся у нас водичка. И поэтому у нас сейчас эти козлы я их не смогу нормально закатать, пока я не обрежу, пока я не уберу отсюда воду. боковые, вот я переживал, да, за боковые козлы, думал, что всё с ними будет. Достаточно нормально они как бы ложатся, без особых проблем. Тут тоже у меня плёночки чуть осталось, вот видите, и поэтому сейчас этот козёлчик немножко вылазит. Сейчас я всё это ещё раз уже на чистовую здесь подрежу, и тогда уже не в том, что она деда будет. Попробую прикатать, чтобы плёнка лучше легла, чтобы её было проще обрежать. Кстати, на загрел её, сейчас взял, специально прям попробовал сильно загреть, и она очень адекватно к этому отнеслась. Смотрите, в конце у меня получилось её немножко сжарить. Покажи. Вот, её получилось немножко сжарить, но в целом как бы здесь осталось нормально. Иду на какие эксперименты, сжарю свою плёнку, чтобы посмотреть, где у неё предел, чтобы потом чужую не зажарить. хочу показать прозрачность стекла изнутри. Плёнка ещё не подсохла, но смотрите, какая крутая картинка. Субтитры сделал DimaTorzok